Сказка «Три счастливчика» Позвал однажды отец своих трёх сыновей и подарил первому из них петуха, второму косу, а третьему кошку. «Я уже стар стал», — сказал он, — «скоро мне помирать придётся. Вот и я хочу вам всем чего-нибудь обеспечить перед своей смертью. «Денег у меня нету, и то, что я вам даю, стоит будто и мало, но главное в том, чтобы с толком его применить к делу. Стоит вам только найти такую страну, где подобных вещей ещё не знают, и счастье вам будет обеспечено». Отец умер, и вот старший ушёл из дому со своим петухом. Но куда ни приходил, петух всюду был давно уже известен. В горах он видел его издали на башнях, где он вертелся флюгаркой под ветром на крышах. По деревьям их немало горланило по дворам, и никто, увидев его, не удивлялся. И было не похоже, чтобы благодаря петуху можно было счастье своё устроить. Но вот случилось ему, наконец, попасть на остров, где люди не только про петуха не слыхали, но и время счёт вести не умели. Они, конечно, знали, когда утро, когда вечер, но если они просыпались ночью, то никто не знал, который час. «Вот, поглядите», — сказал он. «Что за встроенная да красивая птица? На голове у неё рубина красного венец, и носит она шпоры, точно какой-нибудь рыцарь. Она окликает вас ночью трижды в положенное время, а когда кричит она в последний раз, это значит, что скоро взойдёт солнце. А когда запоёт она среди белого дня, этим указывает на верхнюю перемену погоды». Людям это понравилось. Они решили целую ночь не спать и с великой радостью слушали, как петух отчётливо и громко пел в два, в четыре и в шесть часов, указывая время. Они спросили, не продаст ли он им петуха, и сколько за него потребует денег. «Столько золота, сколько осёл дотащить сможет», — ответил он. «И деньги-то малые за такую драгоценную птицу». Обрадовались они и охотно заплатили ему, что он потребовал. Воротился он со своим богатством домой, братья его удивились, и сказал средний из них. «Пойди, что ли, и мне? Может, и я сбуду свою косу так же удачно?» Поначалу было оно как-то непохоже. Повсюду встречал он крестьян, и у них тоже были косы за плечами, как и у него. Но, наконец, ему посчастливилось попасть на остров, где люди о косе до той поры и понятия не имели. Когда у них созревали хлеба, они подвозили к полям пушки и выстреливали зрелый их хлеб. Но дело это было ненадежное. Одно ядро стреляло слишком далеко, другое вместо стрельба попадало в колося, и от выстрела они разлетались, и много зерен пропадало понапрасну. А кроме того, было много лишнего шуму. И вот пошел средний брат на поле и стал косить. Да так бесшумно и быстро, что люди от изымления так рты и пораскрывали. Они были согласны отдать ему за такую косу все, что он потребует. И вот получил он лошадь, на которую золото навьючили столько, сколько она смогла тащить. Захотелось и третьему брату сбыть свою кошку, подходящему человеку. Но и с ним, пока он ходил по нашей земле, вышло поначалу то же, что и с братьями, и ничего придумать он не мог. Повсюду кошек было так много, что наврожденных котят большей частью топили. Наконец удалось ему перебраться на один остров, и по счастью оказалось, что кошек там ни разу не видывали. А мышей там развелось так много, и они так обнаглели, что прямо плясали по столам и скамьям. Все равно, дома ли хозяин или нет. Люди очень жаловались на такое бедствие. Даже сам король не знал, как спастись от них в своем замке. Во всех углах пищали мыши и грызли все, что только им не попадалось. Вот вышла кошка на охоту, и вскоре очистила несколько зал от мышей. Стали люди просить короля, чтобы купил он этого чудесного зверя на пользу государству. Король охотно уплатил то, что было за нее потребовано, и дал мула, навьюченного золотом. И воротился домой третий брат с самыми большими богатствами. В слазь наелась кошка в королевском замке мышами. Передушила она их столько, что исчесть было невозможно. Наконец, стало ей от такой работы жарко, и захотелось ей пить. Остановилась она, головой повертела и закричала. «Мяу! Мяу!» Испугался король, усухал такой странный крик, а за ним и придворные, и в страхе бежали они вместе из замка. И держал король в нижнем зале совет, как быть, как лучше всего поступить. Было, наконец, решено выслать кошке Геральда и потребовать, чтобы она покинула замок, и предупредить ее, что в противном случае к ней будет применена сила. И сказали советники, что лучше уж от мышей мучиться. К этому злу они, мол, привычны, чем отдавать свою жизнь на произвол такому чудовищу. Один из пажей должен был подняться в замок и спросить у кошки, согласна ли она убраться отсюда по-добру, по-здорову. Но стала кошку жажда мучить пуще прежнего. И она ответила только «Мяу! Мяу!». А паж понял «Нет, мол, нет», и передал королю этот ответ. «Ну, — сказали тогда советники, — в таком случае она должна будет уступить силе». И были наведены пушки, открыли огонь и загорелся от выстрела в замок. Когда огонь стал проникать в зал, где сидела кошка, она благополучно выскочила в окно, но осаждающие не прекращали пальбу до тех пор, пока весь замок не был разрушен до основания и не осталось от него и камня на камне.